МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 23 декабря парламент рассмотрит вопрос об утверждении госбюджета 2016 года. Состоялись последние в текущем году курсы для руководителей общин. Федерации профсоюзов республики подводят итоги года. Состоялся второй республиканский конкурс «Арцахское ковроткатское искусство». Итак, подробности новостного блока. В начале сообщения главного информуправления аппарата президента НКР. Указами президента Бако Саакяна медалью Вачаган Барипашт награждены врач-реаниматолог медицинского центра «Святой Григор Лусавурич», заслуженный врач Армении Сарья Исаян за реализацию ряда благотворительных программ в Мартакерском районе НКР, директор научно-исследовательского института древних рукописей Матена Даран имени Месропа Маштоца, доктор филологических наук Грачья Тамразян за значительный вклад в создание в Арцахе научно-культурного центра Матена Даран Ганзасар. Другим указом президента Бако Саакяна за большую благотворительную деятельность в Нагорно-Карабахской республике орденом Месроп Маштоц награждены почетный председатель Всеармянского фонда развития человеческих ресурсов Пюник, благотворитель Габриэл Ченберджан и председатель Совета попечителей фонда, доктор исторических наук, профессор Ливон Саркисян. Пленарка среды парламента НКР была посвящена в основном проекту госбюджета 2016 года и пакету сопутствующих законопроектов. На заседании присутствовали члены Кабмина во главе с премьер-министром Араиком Арутюняном. Спикер Ашот Гулян проинформировал о прошедших в парламенте 20-дневных разноформатных обсуждениях, по итогам которых в правительство был направлен пакет предложений. Проект госбюджета с учетом вышеуказанных предложений представил главный финансист страны Спартак Тевасян. Поблагодарив парламентариев за проявленную в ходе обсуждений активность, министр огласил ожидающиеся итоги истекающего финансового года, в частности 9-процентный экономический рост. Далее были озвучены количественные характеристики главного финансового документа будущего года. Спартак Тевасян в качестве особенностей документа назвал повышение эффективности расходов, сокращение средств на содержание госаппарата, наличие 12 нацеленных на будущее новых программ, а также социальную направленность бюджета, 25% которого предназначены именно на социальные цели. Состоялся обмен мнениями по представленному проекту госбюджета. Глава парламента сообщил, что Национальное собрание рассмотрит вопрос об утверждении бюджета 2016 года на своем пленарном заседании 23 декабря. В понедельник открылся десятый этап проводимых вот уже два с половиной года курсов для руководителей общин. На этот раз в них приняли участие 22 человека. Вице-премьер Артур Агабекян отметил важность семинаров и встреч с представителями всех ветвей власти республики, призвав глав общин к максимальной активности. По окончании недельных курсов главы общин, как обычно, получили сертификаты об их окончании. Вы смотрите программу Вестник. В конце года принято оглядываться назад и подытоживать. Не является исключением в этом смысле и Федерация профсоюзов НКР. Ара Давыдович, я хотел бы, чтобы Вы подвели итоги 2015 года для профсоюзов НКР. Я хочу со всей серьезностью отметить, что в действительности на сегодняшний день Федерация профсоюзов и в целом профсоюзы Арцаха состоялись. В чем заключаются мои слова? Это самое главное обращение президента третьим съездом профсоюзов Федерации. Это выступление премьер-министра во время встречи в университете, в Государственном университете. Бакус Аркевич, неоднократно оценивая работу профсоюза, он сказал, что сегодня невозможно представить какую-нибудь деятельность без профсоюзной организации. Сколько организаций, членов насчитывает профсоюз? Это раз. И качество, какие работы проведены? С большим удовольствием я Вам представлю. Значит, на сегодняшний день у нас 5 отраслевых, 8 городских районных совета профсоюза. Первичные организации на сегодняшний день 749 членов профсоюза, 23 555. Только в 2015 году мы создали 27 первичных организаций, охватив членов профсоюза 899 человек. В отчетном году поступило 2107 заявлений. Около 15% это нарушение КУЗОД, составляя 325 заявлений. Я хочу привести конкретно два примера. Двое обращались в федерацию в том, что руководители данных предприятий окончательного расчета не дали нашим членам профсоюза. Были восстановлены их права. Это в целом 247 тысяч рублей. 5 месяцев. Есть в оскорении Варанда организация, наверное, Вы знаете. Значит, почти год мы поборолись с этим, значит, фактом. 5 месяцев они не получали заработные платы. При помощи, значит, взаимодействия с руководителями, значит, данного предприятия нам удалось восстановить 5-месячную заработную плату. Это составляет 22 миллиона 617 тысяч 900 граммов. Мы организовали, значит, санаторий 370 членов наших профсоюза, 30 членов семьи и двое новобрачных. Уже вошло в нашу практику, если оба члена нашего профсоюза, федерация профсоюза выделяет 10 дней для, значит, отдыха новобрачных. То есть любой организации первичной? Любой организации на территории нашей республики. Значит, была федерация профсоюза в целом по республике 1843, значит, совета, где были рассмотрены 5529 вопросов. Были проверены около 372 учреждений и организаций. Разные предложения мы, значит, представили в разные инстанции при 122 случаях. Были проверены 233 организации по заработной плате и отпускам. Юридическая консультация, самое главное, вы знаете, что у нас все это бесплатно. И написать заявление, и принимать. Составляет 1081. Есть у нас соответствующая, значит, комиссия при федерации профсоюзов. Это торговля и транспорт, это под юридическим вопросом и социальным вопросом. При помощи вот этих, значит, наших мероприятий были проверены 84 магазина и хлебные цеха. В школах были проверены буфеты и медицинские пункты. Почти, считаю, уже третий год идет акция помощь многодетним семьям. Два раза мы помогли Шалмянскому району. Около в этом году 1250 кусков разных одежды. Это новые одежды, добротные. В отчетном, значит, периоде у нас были разные встречи. Первая встреча была с премьер-министром, господином Аручиняном. По итогам третьего съезда глава правительства, значит, поставил вопрос о возможном омоложении кадров в целом по республике. В этом плане, значит, в этом году, в отчетном году, Мартакерский, Мартунинский и Кашатарский, значит, районы были замены молодыми кадрами. У нас была встреча с главами всех районов, с разными министрами. Задача только одна – именно поднять авторитет профсоюзов и задачи профсоюзов в дальнейшем. У нас состояла встреча с профсоюзным активом. Это 25, значит, первичных организаций с охватом 2032 членов профсоюза. Мы взаимодействуем с разными организациями, заинтересованы. У нас уже тесная связь с амбудсменом Нагорного Карабаха. У нас было, приглашили мы, расширенное заседание двоих работников, начальника отдела и помощника министра труда и социальных вопросов по вопросу государственной политики по разным программам социального обеспечения населения. Участники ответоработников, нашего ответоработника при данном министерстве есть комиссия по восстановлению трудового стажа. У нас заинтересованность есть еще с двумя организациями. Это Нагорно-Карабахская гражданская служба и Государственная комиссия по урегулированию общественных услуг. Мы были во всех районах, организовали участие и помощь. Участие в преддверии Нового года в разные войсковые части. Это уже почти 5 лет мы участвуем совместно с руководителями района, с депутатами, с министрами и, соответственно, с нашим подарком. Целевая помощь обеспеченным семьям, инвалидам, семьям погибшим, новобрачным. По этим целям было выделено около 10 миллионов драмов. Были заключены договора с санаториями «Джермук-Ярзны» для отдыха наших членов профсоюза. Была организована ревизия всех профсоюзов. По итогам ревизии были сняты бухгалтер Мартагерского района, председатель Мартагерского района и председатель Кашадагского района наших профсоюзов. Четыре молодых членов наших профсоюза до 35 лет участвовали в ЦАХ-кадзоре в международном семинаре «Молодежь и профсоюз». В этом году была организована наша подписка, вы знаете, что у нас есть газета «Армия тюнель», 1510 экземпляров и подготовили восьмой номер профсоюзного буллитена, где отчитываются все. Вы упомянули ЦАХ-кадзор. Как раз хотелось бы поинтересоваться, в контексте сотрудничества с профсоюзами Армении были какие-то иные мероприятия? Конечно, были. Это медалистская помощь, это постоянное сообщение, значит, соответствовали медалистскими планами участия в разных мероприятиях. Ну и поскольку уже не за горами новогодние рождественские праздники, хочется спросить о ваших планах, связанных и с праздниками, и на ближайшее будущее. Планы у нас, значит, такие. Во-первых, значит, подготовка, значит, отчета Федерации профсоюзов, инспекция труда при социальном, при Министерстве труда и социальных вопросов упразднена, не существует. И основные вопросы, значит, фактически нашим работающим по поддержке по разным вопросам, сейчас осталось только профсоюз. И поэтому возникла вопрос, недавно был разговор с министром, значит, данного ведомства, и после Нового года наша встреча должна быть состояться. Это договор, значит, с правительством, а правительство это в лице данного, значит, министерства. Мы должны заключить договор. Это организация и помощь в проведении отчетных выборных конференций, это в Аскерении, Кашатары, Шаумяне, Шуши. Это кадровая политика, самый главный наболевший вопрос в профсоюзах, проведение семинара по трудовому законодательству. Ну, пользуясь случаем, что вы знаете, 24 числа уже пятый год, это день работников, профсоюзного работника, это наш, значит, праздник. С чем я вас поздравляю, я лично забыл об этом даже. Спасибо. И через пару недель уже Новый год. Я от всей души хочу поздравить всех членов профсоюзов, в том числе населения Нагорного Карабаха, с наступающим Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, удачи и, самое главное, чистого неба. Второй республиканский конкурс «Арцарское ковроткатское искусство» прошел в городе Шуши. Его организатором явилось, как и в прошлый раз, Министерство культуры и по вопросам молодежи НКР. В конкурсе, который проходил по трем номинациям «Ковер», «Корпет» и «Вышивание», приняли участие 34 человека, представившие 41 работу. В номинации «Ковер» первое место заняла Ирина Каграманян, в номинации «Корпет» победила Ирена Теванян, в номинации «Вышивание» Лусин Джулфаян. Призеры всех трех номинаций были награждены дипломами и денежными призами. В Риме, в Вашингтоне и в Софии, и в английском тихом городке, далеко и близко от России, говорят на русском языке. Служители русского слова. Ах, какое это наслаждение, говорить на русском языке. Аванесян Анаида Юрьевна окончила филологический факультет АПИ имени Ахундова в городе Баку. По окончании вуза в течение семи лет преподавала в средней школе села Бауджа Айгистан Аскеранского района, после чего в течение двух лет работала в Степанакерской школе номер два. С 1993 года преподает в столичной школе номер пять, является председателем школьной секции учителей русского языка, лучший учитель 2003-2004 учебного года. Анаида Юрьевна, чем был обусловлен выбор вами профессии филолога? Окончила я третью школу города Степанакерта, одну из лучших школ города, где работали прекрасные учителя. Это была Светлана Мартиросовна, Елена Аркадьевна, Аделина Мушеговна, Джулета Христофоровна. Это были учителя, с которых я всегда старалась брать пример, быть похожими на них. И тогда, еще учащаясь в школе, я поняла, что все-таки учитель должен быть добрым, мудрым, терпеливым, понимать детей, уважать мнение учеников и, конечно, любить детей. В третьей школе было очень много добрых и хороших учителей, но все-таки почему выбор пал на русский язык и литературу? У нас была учительница русского языка и литературы Милор Шмаворна. До 10 класса она нам преподавала. Ну, я бы хотела отметить в моем становлении учителя, как уже работающего в школе учителя, роль Веры Герасимовны. Каждый раз, присутствуя на ее уроках, на мероприятиях, которые она проводит, стараешься все-таки для себя открыть новый мир, понять добро. Традиционный для нашей рубрики вопрос, что ближе, язык или литература? Вообще-то ближе и язык, и литература, но, наверное, больше литература. Чем она подкупает? Наверное, изучая произведения тех или иных писателей, анализируя произведения, когда дети спорят о том или ином образе, наверное, ты тоже вместе с детьми споришь. И, конечно, итог, который получается в конце урока, дети для себя важные, нужные, воспитательные, наверное, для себя уясняют. И, конечно, для каждого учителя хорошо, если произведения, которые ты проходишь, анализируешь, дети понимают. И если они вместе с тобой разбирают и образы, и темы, которые ты разбираешь. Из вашего досье стало известно, что вы преподавали в селе Балуджа, ныне Айгистан, Аскеранского района. Если вы помните, три месяца я заменял вас там. И согласны ли вы с тем, что уровень любви и знания русского языка тогда и сейчас остался на очень высоком уровне? Мне кажется, что уровень этот сохранился, потому что дети сейчас тоже интерес испытывают к языку. Вот были ученики, которые участвовали в Олимпиадах у меня, например, были ученики, которые занимали места, получали грамоты. Я могу назвать несколько из них, например, Офелеси Вумян, Мамунс Марина. Есть дети, которые вот сейчас испытывают любовь, интерес к языку. Вот сейчас в девятом классе есть дети, которые с большим интересом изучают русский язык. Это Левон Амбарцумян, это Эрик Ширинян, Алиса Гаспарян. И можно продолжить этот список детей, которые увлекаются и интересуются русским языком. Кабинет русского языка имеется в пятой школе и насколько он оборудован по современным требованиям? Скажу, что оборудовала я сама вместе с нашими учителями. У нас сейчас, как раньше, лингофонных кабинетов нет, но по мере возможности мы оборудовали кабинет, таблицы, плакаты, книги. Поскольку вы руководите и секцией учителей русского языка школы, какие у вас учителя? Учителя у нас, скажу первое, добрые. Если присутствуют на уроках, замечания принимают не как замечания, а как совет. Да, учителя у нас хорошие. Карина Гургеновна, Нуна Александровна, это учителя моей секции, которые доброжелательно всегда относятся к детям. Они всегда преданы своему предмету и ученикам. Но главное в том, главное то, что они относятся к детям с любовью. Какие-то мероприятия проводятся учителями русского языка в вашей школе? Периодически проводим праздник букваря. До свидания осень. Пришла весна. Проводим викторины. Ну, дети наши любят. Очень часто мы проводим уроки в компьютерном классе. Дети очень любят уроки в компьютерном классе. И малыши, и старшеклассники. Ну, в старших классах мы стараемся продемонстрировать фильмы тематические, которые мы проходим. Потом анализируем. А для малышей, вот, например, во вторых классах мы изучаем буквы, мультфильмы показываем, показываем викторины, показываем. Вот азбука «Малышка» есть. Дети очень любят. И периодически, да, мы проводим мероприятия. Любимый поэт, писатель и фрагмент стихотворения. Поэтов, писателей, любимых, наверное, много. Но я бы хотела отметить Есенина, Лермонтова, Пушкина, Булата Акуджаву. И хотела бы я прочитать строчки из стихотворения «По желания друзей». Давайте жить друг друга, понимая, чтобы, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу по такая, тем более, что жизнь короткая такая. – Хорошие, мудрые слова. Вы говорили чуть раньше об образах литературных, именно русской литературы. Какой образ вам ближе? – Ну, наверное, я бы отметила «Из войны и мира» Наташа Ростова, Андрей Балконский. Эти два образа мне близки. Правда, раньше мы в школах проходили роман Толстого. Сейчас мы проходим отрывки, но, несмотря на это, все равно мы стараемся в детях привить эту любовь к образам, которые дал сам Толстой. Ну и поскольку уже близятся новогодние и рождественские праздники, ваши пожелания своим ученикам, своему коллективу, всем арцахцам, и в том числе, в частности, педагогам-русистам нашей республики? – Я бы пожелала, прежде всего, семьям удачи, счастья. Учителям русского языка я бы пожелала крепкого здоровья, чтобы нас всегда понимали дети. Желаю бесконечного терпения, вдохновения. И самое главное – удачи, радости семьям и детей, и учителей. И самое главное – я бы пожелала нашим коллегам, чтобы мы всегда гордились достижениями наших учеников. Дорогие друзья, наше эфирное время подошло к концу. Следующее воскресенье, 27 декабря, смотрите новогодний выпуск программы «Вестник». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова